Добрый день всем присутствующим. Хочу поприветствовать наших телезрителей, извиниться за то, что пришлось побеспокоить всех в выходной день. Поводом сегодняшней экстренной пресс-конференции стало то, что как получилось, получается вернее так, что господин Ричан все-таки пытается сдержать слово. На одной из предыдущих пресс-конференций я говорил о том, что Ричан высказался о том, что все проблемы у политической партии Патриан начнутся в понедельник. И почему понедельник? Потому что после понедельника нельзя делать какие-либо изменения в списках. То есть мы не можем пойти по списку другой партии, потому что вы знаете, что уже вчера был дедлайн. Уровень преследования, которому подвергалась наша команда, превосходит все допустимые рамки. Я все понимаю, что Филат, Плохотнюк, может быть кто-то еще, не хотят, чтобы мы участвовали в этих выборах. Но сегодня, когда пытаются снять с выборов политическую партию, которая находится на втором месте в стране, и я ссылаюсь не на те вопросы, в том числе на вчерашний, и было сказано, что мы там на четвертом месте, если нашелось. Мы стоим на втором. Были бы у нас эти 8%, как вчера говорили, у нас бы не было тех проблем, которые сегодня. Повторяю, что наш рейтинг 18%. На последней пресс-конференции я говорил о том, что, вернее, это не было пресс-конференции, это было интервью, я говорил о том, что есть некий Гечу Сергей, начальник отделения ЮГ, дирекция оперативной печали, человек, которого туда отправил Кавкалюк, заместитель Бодрога по согласованию с рейчаном, так как три месяца назад он насмерть сбил человека, это дело прячут в прокуратуре муниципия Кишинева. Задача Гечу была найти в офисах Рената Усатова, они закупили 7 автоматов Калашникова, полмешка гранат, фальшивые доллары, для того, чтобы показать, что партия Усатова готовится к массовым беспорядкам с применением оружия. Должны были это найти в разных офисах, для того, чтобы показать, что мы не могли подбросить в три офиса одновременно. Значит, мы сыграли на опережение, в пятницу испортили ему весь план действий, исходя из этого, вчера в 7 утра у Кавкалюка было совещание, на котором он четко сказал, говорит, послушайте, давайте что-то делать. Усатый нас постоянно опережает, минимум на шаг, но мы должны ему ответить, чтобы это ему не сошло с рук. В результате этого было принято следующее решение. Есть уголовное дело номер 2014-79-01-43, статья 248-я, часть 5-я, контрабанда в особо крупном размере. Это одно из этих придуманных уголовных дел этим летом. Значит, фигурантами этого дела, к сожалению, стали следующие люди. Игорь Пахилов, это один из членов нашей команды. Визант, Плешко Эдуард, Атаманенко Анатолий, Кудряшова Светлана, Ребежа Марин, Добрый Сергей, мой водитель, Усатый Ренат, Недосекин Юрий, Баукина Ирина и Баукина Томила, А также Атаманенко Александр, Цепович Николай, Патрашку Игорь. 9 человек из тех, которых я вам назвал, и 14, это вообще-то кандидаты в депутаты. То есть у людей есть иммунитет. Несмотря на это, так как сорвалась операция по оружию, было принято решение завтра, начиная с 8 часов утра, провести обыски по адресам. То есть провести обыски дома у всех товарищей, которых я перечислил. Соответственно, провести обыски в офисе нашей партии и, возможно, в районных отделениях. Но так как нужно привлечь очень много людей для того, чтобы одновременно по 14 адресам провести обыски в Кишиневе, поэтому этот вопрос они решают в тот момент, пока я даю эту пресс-конференцию. Значит, рабочая группа, в которую входит ДМС, ну, по-новому, дирекция оперативной печали, налоговая инспекция, генеральная прокуратура вместе с прокурором, Буника. Задача. Завтра во время проведения обыска найти 200 тысяч долларов настоящих и более миллиона долларов фальшивых. Причем это кавкалек. Если вы посмотрите в интернете, опыт заказывать фальшивые банкноты для той или иной операции у него есть, напечатали специально более миллиона долларов фальшивых для того, чтобы их должны перемешать с настоящими, ну, то есть, чтобы показать, что усатые, помимо контрабандных денег для финансирования предвыборной кампании из Российской Федерации, по их версии, также используют еще фальшивые банкноты. У них для этого даже есть некий Александр Лысый, это агент кавкалюка, молодой человек, которого очень серьезно убеждали давать показания против усатого. Причем убеждали так, что вывезли в лес и в прямом смысле слова твердками пробивали человеку ноги. Ну, то есть, так у нас вербует сегодня. Кавкалюк и его товарищи. Значит, в связи с этим хочу обратиться ко всем нормальным работникам полиции, ко всем нормальным работникам прокуратуры, СИБ. Ребята, давайте заканчивать с этим беспределом. Я, конечно, все понимаю, что есть задачи, кому-то обещали ставить скороспелкой, как кавкалюку получить, полковника, будучи ребенком, да. Но это просто уже переходит все рамки, переходит все границы. Я пригласил вас сегодня специально для того, чтобы сказать всем, в том числе тем, которые сейчас сидят у кавкалюка в кабинете, что мне известно, что они планируют. Хочу вам четко сказать, что у нас чисто, как в аптеке, все люди, которые перечислены, у них порядок давным-давно, так же, как и у нас, потому что мы не ждали, пока нас предупредят, что могут быть какие-то обыски. У этих людей и так ничего дома не было. Мы просто завтра, как вы понимаете, выступать, после того, как они это все сделают, не было, скажем так, уже никакой логики. Вернее, логика была, но я всегда предпочитал срабатывать на опережение. Я понимаю, что они очень взвинчены тем, что Усатый сорвал спецоперацию по югу, в Молдавии с подбрасыванием автоматов калашникова, гранат и так далее. Какое имеет право работники полиции ночью незаконно проникать в офисы? Это нужно было для того, чтобы понять, где там какая мебель, потому что автомат калашников уже в мусорном ведро не подбросишь, то есть должна быть подходящая обстановка в помещении. Так как мы контролировали ситуацию на юге, они все-таки умудрились взломать позавчера ночью офис в Кривлянском районе, политической партии «Патрия», где украли реестры, где зарегистрированы все члены партии, скопировали с компьютера всю информацию, там база данных, которая была внутри, потом еще все удалили. Тоже мне вредитель. Гаражи, которые находятся на Скулянке, они пытались также что-то подложить, но ничего не получилось, половина отмычки осталась в замке. Полиция, как вчера, не особо горела желанием расследовать вскрытие нашего офиса в Кривлянском районе. Также не особо их интересует ситуация с гаражом на Скулянке. Я понимаю, что сегодня они пытаются нами запугать, придумывают страшилки, что якобы там уже через Петренко уже и усатый имеет отношение к антифанам. Вчера ночью появилась на одном из порно-сайтов Филата статья о том, что мой водитель, который сбил пешехода года или полтора назад, я не помню, было ДТП в Каушанском районе, что усатый был пьяный за рулем в этой машине, сбили человека, значит, убили его. Водитель вместе со мной вывез труп в багажнике, то есть я с трупом в багажнике ехал до Приднестровья, где я с водителем этот труп закапывал. Эта статья, я так понимаю, она сегодня уже начала там разрывать Facebook. Я понимаю, что завтра может появиться статья о том, что усатый там завтракал детьми. полгода назад, потому что этот же сайт Филата этим летом дал новость, что усатый помогает детям, потому что он педофил. И написали, что я сплюсь с детьми. И это очень достоверная информация, которую они получили в рамках проведения журналистского расследования. Но я понимаю, что лучше бы Владимир Васильевич Филат рассказал другое, что больше будет интересно нашим соотечественникам. Это, например, про сделку с Викторией Банком. Где в СМИ появилась информация неделю назад о том, что Платон продал 38% акций банка. Но все написали, что Платон продал, но дальше почему-то СМИ наши не пошли. И Владимир Васильевич Филат, может быть, используя все вот эти атаки на усатого, с этими сайтами, с прошилками, с завтрашними обысками. Пытаются отвлечь общественность от того, чтобы люди как минимум до выборов не узнали, что Филат стал собственником 38% акций Виктории в партнерстве с Илоном Шором. После ситуации с земельными угодьями все видели, что все оформлено на племянника Филата. И дальше они уже, скажем так, продолжать не могли двигаться в этом направлении, потому что люди не дураки. Если бы он оформил на него, всем бы было понятно, что это Филат. Филат оформил акции на кипрёвский офшор, учредители которого были замешаны в другом преступлении. Вы все помните, был скандал, связанный с деньгами, с делом Магнитского, что через Молдавию прогонялись часть денег, которые фигурируют в этом деле. Так вот учредители этого офшора являются теми самыми товарищами, через которых прошли часть этих денег, ну, соответственно, через Молдавские банки. Филат не хочет сказать, что он, помимо Виктории Банк, также выкупил акции Асито у Платона. О том, что он сегодня пытается повторить Плохотнюка, как в свое время многие говорили, что Плохотнюк контролировал банковскую систему в стране и так далее. На сегодня у нас Владимир Васильевич Филат подрос, банк одеэкономии, партнерство, Виктория. Об этом в стране никто не знал, ну, так думал Филат, что никто не знает и никто не узнает. Мы уже обсуждали историю с другими молдавскими банками, с аэропортом, в котором он в партнерстве. Я понимаю, что сегодня тот же Плохотнюк его заманил, для того, чтобы в декабре его хлопнуть, и хлопнуть очень жестоко. Потому что я по-другому не могу понять, как это Нацбанк за один день выдал разрешение о покупке этих акций киприотским офшорам. Может, Владимир Васильевич Филат про это расскажет, чем завтра у нас обыски проводить, искать у нас там фальшивые доллары, пусть даже вместе с настоящими. Сегодня мне чего ждать, сегодня, может быть, у меня танк найдут уже во дворе фальшивых. То есть я не понимаю сегодня уже, что нужно сделать, чтобы остановить этих негодяев. Я понимаю, что Кавкалюк сегодня, этот рыжий негодяйчик, работник полиции, то есть он понимает, что к нему очередь будет такая же, как к Филату, людей с вопросами. И самое главное, пусть они задумаются, я сейчас обращаюсь к силовым структурам, Может, в соседней Румынии тоже многие люди были уверены в том, что все можно, и за это ничего не будет. Вот последние выборы это показали обратно. И там будут продолжаться аресты товарищей, которые думали, что им все сойдет с рук. И те преступления, которые они совершили ранее, после них не последует наказание. Я понимаю, что сегодня, если нас снимут с выборов, если здесь на самом деле, как мне говорили, что на последнем совбезе у молдавского, с участием молдавского, так называемого президента, обсуждался вопрос все-таки, как будем снимать усадков с выборов. Четко было сказано, будем пытаться снимать за финансовые нарушения, за экстремизм, терроризм и попытка вооруженного захвата власти. Я не знаю, что завтра они придумают на совбезе. Но сегодня мы ставим под сомнение легитимность этих выборов, и это я уже обращаюсь ко всем международным организациям на территории Молдавии. Если один из участников гонки будет снят с выборов, потому что, видите ли, договорился весь правящий режим между собой, включая там ЦИК, суды и так далее. Мы посмотрим завтра, что произойдет, но в заключение могу сказать одно, сто процентов. Люди, которые были в этом замешаны, они ответят. Ответ наш будет очень жестким. И в тюрьме они будут сидеть не по вымышленным делам и по сфабрикованным, которые, как они вели себя по отношению к нам, а сидеть они будут по делу и по закону. Самое главное, что я докажу всем избирателям, что в Молдавии может существовать диктатура закона. Снимут нас выборов, вот эти их не страшилки, чтобы люди не выходили, чтобы люди никого не поддерживали. Я не связан ни с какими организациями, которые там упоминались в этих страшных репортажах, но могу вам четко сказать, что мы выйдем на улицу, если завтра они попытаются под предлогом всего этого беспредела, который они приготовили, снять политическую партию Патрио с выборов. Спасибо вам большое. Я извиняюсь, что отвлек вас в выходной день. Я уверен, что как минимум через 40 минут у них будет экстренное заседание, и так же, как вчера Кавкалюк все в утра кричал, кто крот, откуда известно усатому количество оружия, полмешка гранат и так далее. Сейчас он будет уже разбираться, откуда усатый знает все фамилии, все адреса, и, соответственно, более миллиона долларов фальшивых, которые они напечатали для того, чтобы нам подбросить при завтрашнем обыске. Сила правди мы победим. Всем большое спасибо.